Приятного аппетита, товарищ инженер! Меня зовут Фёдор, вы на канале FIDISPLAY. Это игра Factorio с настройками марафона Мира Смерти. Итак, я тут закончил в прошлый раз на том, что начал расставлять данный автомат. Так, давайте-ка переключимся. Нужно сейчас поставить, точнее вот это всё доделать, и я вот думаю... Я хотел вообще за кадром порасставлять железную дорогу, но у меня железная дорога была недопроектирована, поэтому я думаю сейчас, наверное, в ближайшие один-два выпуска будем заниматься тем, что я буду эту самую железную дорогу здесь примерно прикидывать, где она будет идти. Будем производить все детали необходимые для этой железной дороги. Ну и потихонечку начнём прокладывать и интегрировать все наши ресурсы в железнодорожную сеть. Но я думаю, что, наверное, вот этих вот ребят нужно будет съездить выпилить, потому что что-то они тут мне конкретно вообще мешают, надоели они. Но вначале всё-таки давайте доделаем... Так, тут у нас железо, шестерня. Доделаем то, на чём остановились. Здесь, собственно, то же самое должно быть. Вот. Теперь сюда. Ну и... Понятное дело, что медяха пойдёт нас вот таким образом. Я ещё думаю, что мне придётся, наверное, дополнительно ставить производство красных схем и всё-таки вот эту цепочку. Строительная робототехника. Возможно, просто имело бы смысл после обычной робототехники, ну, после технологии, делать не вот эту технологию, но строительную дронов. Потому что это всё равно пока не самое тут... Ну, не самое горящее, а всё-таки вот это сделать. И выйти в жёлтые банки, чтобы я мог потихонечку, пока у меня будут элементы собираться для атомной станции, смог эти жёлтые банки производить и вот в эту технологию выйти. Что это облегчит мне жизнь существенно. Поэтому, наверное, сделаем вот так. Хотя, знаете, может быть, до жёлтых банок ещё, до всего, в эту самую ядерку-то и выйти. Тоже как вариант. Переработка урана. Но тут придётся в бетоне прыгнуть, потом в переработку урана, так как у меня железные дороги будут, и дальше в реактор, а после этого уже пойти на жёлтые банки. Ну, просто всё равно. Ну, вот какую-то такую цепочку сделать пока что. В принципе, для начала, я думаю, этого будет хватать. Далее, для расстановки всей железной дороги мне, наверное, потребуются дополнительные нанокапсулы. Так, что тут такое? Ну, блин. Постоянно бегут, наверное, туда сгон взять будет. Ладно, ещё раз нападут, если я туда съезжу. Всё-таки хочется запустить производство здесь, чтобы у нас ничего не проставило. Так, это сюда столбы. Ставим в это место. Да, что-то какая-то вторая половина июля какая-то прям такая. Очень-очень не очень получилось. Немножко затянулись тут серии у нас. Ну, сам выход. К сожалению. Но иногда такое бывает. Так, железо... Чёрт, забыл тут поставить. Ну, я надеюсь, со следующей недели уже всё нормализуется. И проблем вот таких вот с тем, что некоторое время контента не было, они отойдут. А то, опять же, получается так, что планы ставил... Ну, сколько вот у меня было в планах отснять? Ну, закончить, уложиться, точнее, по сезонам Oxygen'а и фактуарки вот за июль месяц. Но, видите, не получается. Приходится немножко это всё откладывать. Так, вас заберём. Нужны ли мне синие манипуляторы здесь, на моей микрошине? Наверное, нет. Так, а печек... Блин, печки бы тоже, конечно, потихонечку на них переводиться. Всё нужно. Не, ну, печки я бы предпочёл ставить там, когда... Ну, в тех местах, где у меня уже будет понимание насчёт производства. Поэтому, наверное, с печками придётся чуть-чуть подождать. А то я так рвался, рвался к ним. И, видите, получается... Зря я рвался. Ну, давайте всё-таки вначале съезжу туда, до этого уля. Ну, да, это можно было, конечно, за кадром сделать. Но, опять же... Чё-то я почитал комментарии, мнения разделились. Одни говорят, за кадром всё делать. Другие говорят, наоборот, делай как делаешь. Так, снесём. Так что, в принципе, наверное, оставлю как есть пока что. А за кадр буду выносить совсем уж прям рутинную рутину. Блин, я, наверное, зарядь бомбу убрал. Ну, всё равно приходится... Ну, ты видите, мешает. Приходится сносить. Так, и я что-то далековато уехал. Окей. Давай, чини. Что, здравствуйте, мои маленькие любители спирта. Сейчас мы вас немножко здесь повыпиливаем. Может быть, даже имеет смысл откуда-то вот отсюда выходить. Не, не достаёт ракет. Сколько здесь раз... Ну, ещё три гнезда убить. В принципе, с этим проблем быть... Не должно. Тут, тем более, бронебойные стоят. Они как-то... Достаточно шустро жуков выпиливают. Да, но персонажи, конечно, медленно убегают. Но всё равно не хватает огнемёта. Держи ракету. Сейчас главное, чтобы меня черви не плевали, пока я улью разношу. Чтобы на них не отвлекаться. Ай-яй-яй-яй-яй. Жуки вообще странные. Ребята, агресса на стенку. Всё, отлично. Гнёзд нет. Я думаю, здесь даже смысла нет червей убивать. Всё равно сюда, по идее... Жуки пройти не должны. Иначе им нужно будет обходить. Здесь жуков нет никаких. И гнёзд здесь тоже появляться не будет. Поэтому можно забить болт. И просто не возвращаться сюда больше. Ну, оставить как есть. Так, окей. Я, возможно... Возможно, наверное, немножко формат выпусков поменяю. Ну, сделаю покороче. Это, конечно, кому-то, может быть, не понравится. Но снижение... Ну, уменьшение таймингов, оно снижает вот эти вот вероятности выгорания, когда ты... Ну, когда откровенно можно просто от большого числа записываемых серий и публикуемых просто уставать, и приходится некоторое время отдыхать. Так что для того, чтобы более регулярно всё это выходило, я думаю, нужно немножко сократить тайминг. Но по-прежнему оставить по две разных игры в день. Потому что часовые серии мне просто очень тяжело записывать. Оно тяжело не только потому, что долго готовить нужно план на серию по контенту, но ещё и озвучивать тяжело. Горло устает просто. Потому что это даже вроде как и не стрим, и постоянно приходится о чём-то болтать. Так, и давайте тогда думать насчёт... Слушайте, а чё у меня... Угу. То есть сейчас тупо не хватает красных схем. Блин. Я очень не хочу сейчас ставить ещё один массив, но, пожалуй, наверное, придётся... С красными схемами просто направить сюда на банки, чтобы они поактивнее производились. Потому что сейчас банки вообще не производятся никак просто. Давайте тогда я вот этот массив скопирую и поставлю ниже. Единственное, что придётся тогда вот эту разводку заново всё сделать. Такс, и это у меня будет как-то... Наверное, вот так вот. Как бы тут... Просто чтобы не мешало ничто, ничему врезаться никуда. Ну, врезка, имею в виду, в ленту с ресурсами. Ещё дополнительно закажем автомат. Ну, и мне нужны всё-таки синие манипуляторы. Ну, синих манипуляторов можно в руках накрафтить. Они так-то быстро делаются. Красные я заберу. Жёлтых можно взять стак. Ну, а от деревянных столбов можно вообще потихонечку начинать уходить. Какой от них смысл? Так, всё, расставил, да? Молодец. Значит, сюда у нас идёт медь. Что-то тут, когда жара была, я, блин, мороженым объёлся. И у меня горло побаливает. Ну, может быть, слышно то, что срывается голос. Не знаю, слышно, не слышно. Вот такое есть. Это, собственно, всё к тому, что я вот размышлял, какую таймингу серии сделать всё-таки в... Не знаю, или мороженое надо поменьше есть. Ну, блин, как можно отказать себе в мороженом? Оно же вкусно. Так, сюда два автомата. Значит, сверху что у нас подключается? Пластик и зелёнка. Ну, понятно, выходит... Выходит готова красная схема. Пластик и зелёнка. Пластик у нас пойдёт. Отседова. Ну, а зелёнку я сейчас тогда отсюда как-то по-хитрому, наверное, дёрну, чтобы не мешало. Так, зелёнка... Зелёнка пойдёт сюда. Хотя можно было тут даже, может быть, таких-то уж огородов не городить. Сделать нечто вот такое. Ну, кстати, и с пластиком тогда хорошо получится. Он прямо так ровненько зайдёт сюда. Да, такое решение будет удобнее. Ну, и это, понятное дело, всё отправить под землю, чтобы не мешало. Так, и осталось подключить электроэнергию. Надо ещё быстро расставить цех, который будет производить синие схемы. Я, опять же, всё это, в принципе, могу поставить и оставить как есть, потому что очень долго придётся разворачивать железнодорожную железную дорогу. Вот, вот так вот. Далее, что у нас по красным схемкам? Эти красные схемы я, наверное, сейчас с противоходом направлю вот сюда. Единственное, что я, наверное, просто здесь обойду вот это вот. Так, давайте вот так вот сделаем. Сюда и напрямую прямо в банки направлю. Это, конечно, тут нарушает очень много правил, ну, что поделать. Во. Хорошо, увеличили производство немножко. Так, теперь возвращаемся всё-таки к железной дороге. Железная дорога. В общем, меня голос срывает. Где мне сделать депо? Ну, тут надо, я думаю, что делать так, чтобы оно все ресурсы тут не задевало на линии железной дороги самой. Хотя её можно, конечно, потом и сгибнуть будет как-нибудь, но... Тут прямо самый край. Ну, я не знаю, вообще на доверху там дойдёт, не дойдёт, но пока что я думаю, что вот куда-то вот сюда бахнуть. Вот здесь будет депо, я сейчас его, наверное, соберу, а вот это депо отсюда можно убрать. Тут блюпринт как раз с планом сноса сделан. Ну и дальше... Ладно, это давайте я сейчас разберу, а потом дальше уже буду продлевать железную дорогу. Саму железную дорогу я, наверное, вначале буду как руками, так и нано-ботами расставлять, потому что иначе это всё затянется. Сюда и нужно заказать светофоров. 35. Это значит, нужно воровать железный пластин и зелёных схем. Зелёные схемы где-то здесь откладывались, насколько я помню. Да, зелёнка есть. И железные пластины. А вот железные пластины придётся с печки дёрнуть напрямую. Так, сюда. Мусор давайте скинем в ящик ненужный. Такие излишние деревья тут. Зачем они? Вас убираем. 5. Ну пока что как-то так. И, наверное, стали ещё понадобится немного. Вот, что-то типа того. Дальше мне нужны, наверное, гранаты будут. И нужны, наверное, будут синие бомбы. Причём синих бомб наверняка нужно будет много. Ладно, хватит. Всё равно потом остатки в ящик скину. Вот, а гранат, наверное, взять небольшой запас, чтобы побыстрее лес выпиливать, если будет мешать. О, Доня опять идёт здороваться со зрителями. Кот у меня любит ходить, когда я записываю видос. Подходить и начинать там курлыкать. Туда лучше на тачке доехать. Блин, надо, наверное, при записи побольше водички себе наливать, чтобы с горлом проблем не было. Окей. Хотя, конечно, может быть, блин, не самое лучшее решение. Вот этот лес убирать. Хотя здесь мешать не будет, да? А так, мысли вслух. Рассуждаю насчёт... Насчёт этого всего депо. Сюда ещё нужно будет подтянуть либо твёрдое топливо начать производить для поездов, либо уголь. Вот не знаю, что лучше тут будет. Так, окей. Бурю можно поубирать. Что, кстати, по электроэнергии? С электроэнергией всё около дела у нас. Значит, лес. Блин, ну тут, наверное, всё-таки лучше гранатами поубирать. Большую часть, по крайней мере. Тут побыстрее будет, чем на ботами ждать. Так, дальше. Вас убираем. Кто, может быть, впервые смотрит, я вот эту структуру железной дороги, ну и в целом, как она настраивается, как это работает, показывал в сезоне Final Factory, который закончился месяц-полтора назад. Ну, или месяц, я не помню, когда он закончился. Там всё-то показано. Сезон прям обучающий по факторке для тех, кто с нуля прям хочет очень быстро разобраться в игре и саму начать там какие-то ништяки делать здесь всякие прикольные. В моду въехать и так далее. Я вот когда в факторку начинал играть, очень мало было информации, и некоторые вещи было очень тяжело вообще осваивать и понимать, вообще что-то такое. приходилось там по крупицам собирать информацию. Вот когда ты хочешь поглубже разбираться, скажем так, в игре, а у тебя тупо информации нет, ну это тяжеловато. Так, эти столбы тут нужно будет сейчас убрать. и щелкнуть в blueprint заново. Блин, ну это надолго. Сколько вот оно сейчас будет времени это всё расставлять? Это же караул просто. Так что давайте поможем. И сейчас нужно будет подумать, где у меня будет производство основное находиться, что это важно. Может быть сейчас даже имеет смысл не то, что вот собирать вот так вот рутину вот эту делать, а именно спроектировать сам шаблон железной дороги. Ну, я думаю, всё равно будет кому-то любопытно ход мысли узнать, почему именно так делаю, а не иначе. Надобот ещё тупит, видите? Так. Дерево никак не хочет убираться. Железная дорога, давай. Хорошо, пускай пока что хотя бы так. Пока надоботы расставляют, я думаю, что можно заняться именно накидыванием о, готова технология. Это хорошо. Но я пока не буду ставить производство смазочной, хотя нет, наверное, нужно поставить и смазку, и электродвижки. Смазка у меня будет, ну, должна производиться, в принципе, тут. Тут просто надо рецепт поменять. Так, ладно, иначе-то всё затянется. Давайте лучше всё-таки немножко поставлю тут железный дорог. Перегон будет наверное здесь один. но тут вопрос основной встаёт, где должно быть то, что это у меня дупо, где должно быть производство и переплавка, потому что сам массив под переплавку, он занимает достаточно много места, ну вот если посмотреть. Это на фул красный белт будет. Такой же и на сталь, на железо и на сталь. Просто где мне его воткнуть, чтобы он никому не мешал? Тут, кстати, много места довольно. Тут можно было бы вообще какой-нибудь нефтяной терминал сделать и перерабатывать нефть. Но я думаю, что смысла нет куда-то далеко отходить. Вот. И блин, ну чё, кто подскажет? Кто умный самый? Куда мне поставить печки? Надо сделать так, чтобы жуки ещё просто эти печки у меня не донимали, потому что если я здесь их воткну, например, они начнут коптить и вот эти гнёзда мне придётся раньше времени убирать. А мне их неохота сейчас убирать, потому что это занимает очень много времени. Тем более без лазеров без нифига. Хотя насчёт лазеров... Да, лазеров у меня до сих пор нет. Можно было, кстати, и в лазеры выйти. Может вот сюда долго очень идти. А лазерами отбиваться как-то было бы, наверное, попроще. Так. Лазеры. Слушайте, а почему бы и нет? Давайте, наверное, лазеры, лазерная турель вот так вот сделаем. У меня же всё равно серые банки производятся. и скорострельность и, наверное, урон вот так вот качнуть, а потом вернуться к тем технологиям, которые у меня вот сейчас временно приостановлены. Сама работа техника это всё равно никуда не убежит. Да, наверное, так всё-таки сделаем. Приходится на ходу несколько раз перестраивать планы, потому что появляются новые вводные. Вот как на это реагировать? Здесь, если я буду ставить массив, у меня помешает вот эта нефть. Сюда я массивы ставить не хочу, потому что здесь лес, оно загрязнение поглощает. Так. Не понял, где атака. А это что за прекрасная творческая группа у нас тут пришла? Это, короче, расселенцы прибежали. Так, хорошо. Тогда возвращаемся к нашим баранам, к нашим печкам. Блин, надо не забывать смещаться персонажем, чтобы нано-боты расставляли, пока я тут тут не каловлю. Значит, при этом ещё нужно оставить место для манёвра, тогда печки будут где-то вот в этом месте. В принципе, можно даже поставить метку. Так, метка у нас. Добавить метку. Иконка. И здесь сразу можно поставить печку. Так. Приплавка. Куда-то сюда, чтобы не забыть саму. Так, ты тут что? Расставляйте. Ну, кстати, ящиков нет стальных. Надо заказать штук 15. Ну, я не знаю, хватит ли ещё мне этих депо. Так, депо здесь называется... Блин, почему в блюпринте депо не сохранилось? Какого хрена? Вот разгрузка. Сохранено здесь? Наверняка не сохранено. Ну, ладно. Тут не проблема название дать. Я сейчас зажатым шифтом и левая кнопка мыши просто по этим по ЖД-станциям провожу мышкой и у меня, походу, станции кончились, да? Ещё десятку закажем. Честно, у меня есть такое подозрение, что те, кто не видел предыдущий сезон, наверное, сейчас вообще не понимают, что тут расставляю. Ну, и если кто-то не понимает, что происходит, чуть попозже всё станет ясно. Уже. Вполне. Ну, как минимум, когда вот это всё заработает. И я же хотел поставить производство красных лент. Они тоже мне пипец, как необходимы сейчас. Вопрос только, где их ставить, эти красные ленты. Можно, в принципе, продлить здесь вот этот минимол и поставить производство лент вот в этом месте. Что лент потребуется много, ну что, я буду в руках всё-то крафтить. депо, 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 депо. И давайте проверим по карте. Да, эти все станции депо. Отлично. Собственно, то, что нам надо. Так. Вот тут что-то не установлено, фиолетовым показывается. вот не знаю, блин, вот сколько времени уходит на то, чтобы расставить рельс. Выносить за кадр, не выносить. На стримах таких вопросов вообще не возникает. Всё делается на трансляции как бы и вроде ну надо и надо берёшь и делаешь. Так, окей. Возвращаясь к нашей переплавке. Так, где наш книга чертежей? Перегон тут не нужен. Развилка, въезд, разворот, врезка, поворот, станция, станция погрузки. Станция разгрузки. То есть на станции разгрузки у нас здесь блин. Разгрузка жидкости. Я просто думаю, где мне тогда станцию ставить? Если, допустим, железо будет выгружаться куда-то сюда, мне же и погрузка, и разгрузка нужна. То есть я разгрузил железную руду, ну медную руду. Где я буду загружать готовую? Можно, в принципе, в принципе, готовую продукцию где-то может быть вот тут забирать станции погрузки. Давайте предварительно вот так накинем. дальше надо посмотреть сколько у нас по расстоянии будет сама переплавка. Ой. Вот. Ну и как оно вообще вниз, да, идет? То есть, если, скажем, где-то здесь их размещать, то есть сверху я привез руду, переплавил, здесь я все погрузил на поезд. Поезд 1, который забирает железо, поезд 2, который забирает медь. Например. Ну а дальше просто эти массивы поменять на массивы с маяками. Они, по-моему, по ширине точно такие же получаются, если я не ошибаюсь. Надо будет проверить потом, потому что я сейчас не помню. Ну а тогда саму переплавку я убираю и метку ставим. Ну я называть не буду, я просто вот так воткну. И сюда туда нужно сделать станцию разгрузки. Так. Станция разгрузки. Ну и тут по-любому тоже нужно какое-то депо делать. Готовая технология, это хорошо. Депо, депо, депо. Блин, я вот не помню. Депо точно такое же надо ставить, просто не париться. Так. Когда станция пойдет, но надо, чтобы еще вот эта вот штука не мешала. Тогда его можно, в принципе, поставить ровно напротив куда-нибудь. Ну, скажем, допустим, да? Так, проверим, потому что... Да, одинаково. И вот этот кусок, вот этот кусок, его просто закопипастить. Я сделаю блипринт из него, но уберу отсюда стены. Да, как-то так. Ну и, чтобы не потерять, давайте шлепнем его сюда. Примерно такая структура получается. Соответственно, сюда мне придется въезжать и делать, наверное, вот этих штук тут несколько. Чтобы сделать их несколько, надо тогда сейчас заблюпринтить нормально чертеж, потому что мне вот это вот не устраивает. И немножко это тут подшаманить. Давайте пойдем вниз. Но сразу же, сразу же тут есть такой момент. Вот эти вот рельсы нужно отсюда выпилить, наверное. как-то так. Потому что здесь мне придется делать развилку и въезд сюда пойдет по горизонтальной железной дороге. Да, потому что здесь несколько будет. Тут и на железо, и на медь, и на сталь на какую-то. Как-то так пойдет. Тогда берем блюпринт. Берем блюпринт с развилками. Развилка. Тут все круто, но придется переделать вот этот участок. Ну, по крайней мере, с балансером что-то тут порешать иначе он будет мешать нам. Вот. Ставим сюда. И насчет светофора здесь, наверное, все-таки нужен проходной. Вот это я затру и сделаем вот так. Все. Это пойдет горизонтально. Вот эту вот штуку можно будет сейчас склонировать несколько раз и промасштабировать ее влево. А здесь врезка, ну, въезд должен быть вот в этом месте. Вот так. А здесь просто соединим. Сюда и здесь просто соединим. То есть мы сейчас тупо так рисуем без каких-либо проблем. Далее. Вот это место тоже нужно сейчас будет раздербанить и поставить точно такой же перекресток сюда. Так. Этот перекресток у нас идет сюда. Здесь убираем стефор, меняем на проходной. И следующий перекресток будет... Ну, здесь на самом деле тяжело пока что понимать, где он пойдет. Поэтому лучше просто перегон прямой сделать. Где-то тут вот большой был. сюда. Далее. Здесь обязательно нужно сделать условия под развилку под заливку нефти. Потому что станция погрузки будет нефти где-то здесь. Я его не вот сюда вывожу, а вот в эту сторону. Потому что здесь у меня будет переплавка идти. Так удобнее. Накидываем сюда. Дальше еще один перегон. И здесь уже давайте-ка вернем. Блин. И здесь уже можно подгонять где у нас будет развилка. Как-то так. Тут, конечно, лес она задевает. Блин. Опять скипнул. Ну, тут конечно, некоторые сложности получаются. Окей. Сюда и тут. Во. Вот такой вот шаблон. и сейчас нужно будет тогда... Блин. Вот эти моменты, вот эти места, их нужно, конечно, починить. Потому что меня это совершенно не устраивает. И мне нужно наладить произносы столбов. Потому что сейчас столбов нету, это не очень хорошо. Так. Ну и тут красно-зеленые проводами, чтобы тоже не соединяются. Эти места потом все можно будет, конечно, как-то подшаманить. Да, конечно, дроны строительные будут, наверное, гораздо быстрее. Ну, не то, что быстрее, а проще бы позволили это разворачивать, может, было дронстанционную втыкать вдоль всей, вдоль всего вот этого пути, чтобы они сами собрали. А вот этот участок, так как у меня здесь станция погрузки идет, я его сейчас в копипасту, только вот на какую длину, не знаю. Ну, можно так, наверное. И вот по ширине непонятно, где будет. Или может пока не делать, пока подождать. Короче, ориентировочно он должен вот так вот идти. И здесь ровно такая же история напротив должна идти, но мне нужно сначала собрать вот эти массивы, посчитать, сколько там печек. Там, если я не ошибаюсь, по-моему, вот одного поезда на 4 хватало на то ли на 9, то ли на 8 печек таких в ряд. Чтоб все ровно было. Ну, можно, в принципе, можно на 6 ориентироваться. Можно это посчитать, конечно, было бы. Тяжело с поездами рассчитывать, потому что пропускная способность у них переменная у поездов. Наши поезда... Так. Вас давайте изгибнем. И вот эти вездесущие деревянные столбы тоже нужно немножко переместить. Помешают. Так. И оперный театр сюда. Вот это вот автоматическое... Я понимаю, что там можно на кнопку R переключать режимы, но, блин, оно настолько иногда неинтуитивно, на мой взгляд, что ужасно, короче. Ну, вот видите, кнопку R нажимаешь, оно перелистывается. Так, окей. Здесь у нас идет желтая лента, поэтому сразу же вот эту накину, чтобы она не мешала никому тут. И чтобы на рельсе не мешала. Ну и медь пускай едет дальше. Тут, кстати, тоже нужно сделать, пока они не доехали. Так, две рельсины. Все. Это, понятное дело, что все потом будет переведено в ЖД-сеть и сделано через ЖД-сеть. Лазерные турели 77%. Они мне по-любому пригодятся, чтобы вот это вот сдерживать вот отсюда. Ну, выпиливать быстрее гнезда будет. Сейчас вроде как энергия есть через солнечные панели и аккумуляторы. Ну, примерно пока что вот такой план. Ладно, как я сказал, я серии буду делать покороче, но постараюсь их более регулярно выпускать, чтобы не было вот этого выгорания и чтобы влияния на горло такого сильного тоже не было. Все-таки мороженого хочется есть, а горло больное не хочется. Так что на сегодня, наверное, закончу. Надеюсь, никто сильно не расстроится, что серии будут по 35-40 минут вместо часовых, как изначально планировалось. Вот. Ну, на этом все. Всем большое спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем покеда. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok